Надр Мяалим, благодарю вас за возможность продолжить нашу беседу, начатую в прошлом выпуске, о тандеме Рустама Брагимбекова с Расимом Муджаговым, тандеме двух наших великих кинодеятелей. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о фильме «Хэмзиарет, хэмтиджарет», русская версия – это о Стамбул, или же «Стамбульская история», снятом как раз-таки Расимом Муджаговым по сценарию Рустама Брагимбекова, а вы были там директором картины. Еще одна блестящая работа наших корифеев, и этот фильм можно назвать логическим продолжением фильма «День рождения», кстати, первой совместной работы Рустама Брагимбекова с Расимом Муджаговым, где учитель Мустафа 20 лет спустя его история продолжает. Скажите, вы не в курсе, как вообще появилась идея снять вот это продолжение так называемое? Я думаю, что эта идея, скорее всего, шла, может быть, даже от Расима Муджагова, нежели от Рустама Брагимовича. Я так думаю. Но сейчас не имеет значения, от кого как бы это пошла идея. Самое главное, эта идея... Ну, он стал героем второй раз. Да, тот же человек спустя 20 лет. Эта идея притворилась в жизнь, и я вам скажу, что она запомнилась зрителям. Эта картина. Я читала, что Расим Муджагов, он делился своими воспоминаниями, я читала их, что к ему приходило очень много писем по поводу того, чтобы продолжить этот фильм. И вот выждали такой большой промежуток времени, и сняли действительно еще один блестящий киношедевр. Как шла подготовка к съемкам этого фильма? Ну, во-первых, как вы правильно как бы заметили, что на самом деле это продолжение судьбы Мустафами Алима. И, естественно, в первой же картине он уже был из «Щики», и здесь то же самое. Естественно, был сценарий написан, и многие не знают. А Расим Муджагов, конечно, я не вижу, чтобы он выступал как сценарист в титрах. Но, естественно, в любом сценарии есть его рука, есть его взгляд. Однозначно, то есть то, что мы в итоге видим картину, там на самом деле имел большую роль отношение самого Расима к сценарию. И, естественно, он сам, так как из «Щики», родился там, вырос, и он очень хорошо знал вот эту пупу, я бы не сказал бы, этот народ, да, шейкинский народ, потому что он на самом деле отличается. Уроженцев, да? Да, сладкий диалект у них, и шейкинца можно узнать буквально на расстоянии, когда он начнет говорить, да. Вот. И поэтому вот эти все сцены, которые связаны были в «Щики» с главным героем, когда он ищет деньги и так далее, и вот вся эту историю как бы дописывал Расим Малим. Шейкинскую историю. Да, шейкинскую историю. Я был, как бы, еще раз говорю, свидетелем и могу принести присягу как бы в этом отношении. И он, естественно, он в основном, да, конечно, само сообразумеется, и обсуждал это с Русланом Еврагимовичем, но все эти диалоги, вот, шейкинские, это все, это дело рук Расима Джагова. Ну вот, блестящий просто пара сыграла, Нурья Ахмедова и Гаджа Исмайлов, просто блестящий, причем ни один из них не является уроженцем этого региона, но вот этот диалект, как они передали, весь фильм, одно дело там две минуты поговорить, как это можно, да, отрепетировать, но весь фильм на безупречном вот этом сладком шейкинском диалекте... А потому что там был экзаменатор в лице Расима Джагова, который ни одно слово не проскочит мимо его ушей, как бы, да. А я думала импровизировали, а нет, там импровизации не было. Он, естественно, следил, чтобы это не было слишком, ну, нарочито, да, вот это диалекта, поэтому он, когда у, допустим, у Мустафы, да, будем говорить, у Аджи Смайлова как-то зашкалил, он его сразу, в хорошем смысле, сажал, и в то же время, когда на лоб подняли. То есть за всем этим следил Расима Джагова, это однозначно и на съемочном площадке и так далее. Расим, сэн мэни сакит паща сал, горюм, ахи, биз ниэ, Истанбула гетмэлийо, хм! Инди кими нардок овуму тапылидды, гэрэц уму бетсин он иана? Хм! Ищидирсо овз, ищидирсо овз, агиздар! Папа аз дәли овудду, ону доктора пармақ лазымды! Инді хамы Тюкия гедир, ай ову? Шекин, яр с ордой овуды. Ким гедир? Геденлэрин ярсал верчелар. Бизэйлэ шеяяяяя? Йоо, Алла илэмэзи, бизэм емір бой борчен суримеяяяяяяяяяяяя. Сэн ечо овуусы, билкады. Папа аз, кабаа, койу, фкирлешмеса мағара. Ое дэ, уцки ущаа бойу! Са IoT сына, олари кэшідмэй лазым овуцу. Это картина была сложной, я вам скажу по производству. Почему? Потому что если в фильме Тахмина вся история происходит в Баку и только пару эпизодов связаны в Стамбуле, в Турции, здесь было намного сложнее, потому что надо было больше часть фильма, часть в Шеке и часть, будем так говорить, в Стамбуле. Там пару эпизодов, когда они прилетают в Баку, это не имело какого-то значения. В основном это Стамбул. И, естественно, средства не такие уж были большие, чтобы поехать большой группой находиться в Стамбуле дня 20. Мы, кстати, находились там более 20 дней. Так вот, значит, кроме стамбульских объектов, я бы так их назвал, там очень было сложно, если кто смотрел фильм по Босфору, арендовать большой пароход, маленький, большой, это все снимать и так далее. Потом снимать с местными, я бы не сказал актерам, но определенное количество статистов, которые были непосредственно... Ну вот это где базар, да? Да, нет, базар нет. Это в институте, когда молодежь сидит, потом на пароходе. То есть есть эпизоды, где, естественно, мы приглашали для участия местных статистов. И плюс, значит, дополнительно вот некоторые эпизоды, конечно, мы не могли в целом большую часть находиться в Стамбуле, это, естественно, финансы, то часть объектов мы, значит, готовили в Баку. И вот наш художник Рафик Насиров очень четко это все сделал в старом городе. Некоторые объекты, улочки мы снимали под Стамбулом. Есть очень много схожего. Кто был в Стамбуле, особенно в старой ее части, он может подтвердить мои слова. И надо было подготовить это, как Стамбул. И, естественно, это отнимало время, это, значит, уточнять архивные фотографии и все прочее того периода. Максимальная схожность. Вы знаете, каждый год все меняется. Допустим, вот я Стамбул очень хорошо знаю. Ты можешь через год поехать в магазин, или это может там не увидеть. Я вот по семь раз был года два там назад. Там есть у них чичай базары, а его уже нету. То есть вот это вся история нету. То есть время от времени. Поэтому, когда снимаешь фильм, надо, будем так говорить, изучать материал досконально и все такое. И поэтому здесь не должно было быть фальши. Ну, азербайджанские зрители могут сказать, а вот я это знаю, это не в Стамбуле, это в Баку снято, допустим. Но огромное количество зрителей, они могут и не знать. И вот эта проблема была, что вот в Баку снимать турецкие объекты. Вообще, я вам такую вещь скажу. Дело в том, что Баку издавна как бы был центром внимания кинематографистов всего мира, в том числе бывшего Совета Союза. Но я вам скажу так, что в основном Баку снимали в Восток. Или же в том же картине, значит... Почему? Снимали же Человек-Амфибия. Снимали же Аргентину. Да, но Баку не снимали. Вы понимаете, как Баку не снимали по сюжету фильм? Единственное, это было в фильме Чингиза, постановит Чингиза Базулаева Дронга, там часть событий происходит в Баку. Но в основном часто. Последний Дюм – это совершенно не Баку, это какая-то там арабская страна. То есть многие фильмы... «Тегеран-43», «Бриллиантовая рука» и так далее. Много надо назвать фильмов, где в основном Баку снимали как Восток. Но были наши режиссеры, которые снимали на дальних берегах, как Германию, там улицы торговые, вот где-то рядом все. То есть в Баку в основном... Очень мало было сюжета фильма иногородних, только я хочу сказать, не своих кинематографистов, а именно иногородних, которые бы снимали здесь, в Баку. Вот был сценарий «Мой добрый папа». Лен-фильм снимал, да. Здесь события происходят именно в Баку во время Великой Отечественной войны. Так вот, у нас проблема была в том, что на самом деле создать ту атмосферу, стамбульскую атмосферу в Баку, и к этому относился Рассейн Альм очень строго. Я вам пример приведу. Один эпизод, когда Гаджи спорит со своим земляком, и в этом появляются полицейские, турецкие. И вот там вот эту сцену мы сняли именно в Баку. Разрисовали там улочку и прочее. И вот до этого мы готовили объект вместе с художником. Мы ходили, ездили. И вот какой-то день я сказал, «Объект готов, пойдемте смотреть». Он пришел, посмотрел, и там был, значит, фонарь, каменный фонарь. Застекленный, но там должна была быть лампочка, которая вечером... А мы должны были снимать в вечернее время, и она должна гореть. Но мы еще подготовили, как бы... Ну, это маленькая деталь, которая, как бы, тоже, естественно, имеет значение, но у нас было время туда поставить лампочку. И вот он пошел, посмотрел, Кока-Кола, там эта дверь, это все хорошо, все. И подошел он к этому, значит, фонарику каменному, из камня. Он говорит, она горит? Я говорю, Шасси-Мэн, будет гореть. А почему будет гореть? Почему она сейчас не горит? То есть он каждую деталь... Он должен был быть ленен, да. Не тому, что он придирается к чему-то, он каждую деталь, как бы, проверял, потому что, вы знаете, вот вы сказали, какие проблемы. Дело в том, что продюсер, он понимает, если сегодня съемка не состоится по каким-либо происшествиям, причинам, там, что-то кто-то что-то не доснял, что-то не принес, не достал и так далее, то это все отражается в деньгах. Деньги. Минус съемочный день, да? Да, ты пригласил людей, а ты не можешь снимать, отменяешь съемку, значит, ты ему должен заплатить за работу и так далее. Поэтому работа продюсера в подготовке объектов, в Дармуте, в общем, все четко, как часы. Я немножко был обижен, честно говоря, потому что, на самом деле, была проделана определенная работа. Несколько раз ездили, получали разрешение, там, стены красили вместе с художником, и, как я сказал, драйк на сервину. И вдруг вот он, как бы, увидел эту лампочку, которой там нету, и он сказал, что, мол, все на смарку, да, получилось. То есть это огромно. Но потом я, придя домой, как бы, я понял, что он был прав. Вы знаете, вот человек должен иногда, не то, что надо стараться принимать свои ошибки, что он не сделал, что неправильно сделал. И не надо эмоционально на это, а вот он это не увидел, а это. Он был прав. Не может быть мелочей в кино. Каждая деталь играет в кадре свою роль, как и актер. Каждая деталь. Вот многие, я работал с великими, тоже известными нашими художниками Азербайджана, это и Рафиза Смайлов, и Надерзейдналов, и, значит, Маис Агабеков. Маис Агабеков. Ну, почти что со всеми. Я еще говорю, нету в Азербайджане художника, кинохудожника, с которым я не работал. Эльбек Розагулеев. Да, Эльбеком тоже работали. Кстати, он был художником, одним из художников в фильме «Украли жениха». Вот я, знаете, вот иногда вспоминаю, иногда забываю, это естественно, что более 50 фильмов и вспомнить всех иногда тяжело. Да, но вы вот в прошлом нашем выпуске вы сами сказали, что это школа. Вот рядом с таким человеком, да, он делал замечания, в первый момент как-то, может быть, обидно, задевает, все. Но, с другой стороны, ты чему-то опять научился. Да, конечно. То есть в следующий раз ты это не сделаешь. Конечно. Так и формируется человек, так и формируется профессионал, специалист. А так, поэтому, как я сказал, в кино каждая деталь имеет значение. Каждая деталь. И умение режиссера использовать эту деталь, а оператора эту деталь правильно осветить, чтобы это было в кадре видно, не назойливо. Вы понимаете, это иногда бывает, что прямо вот так тебе дают вот это крупным планом. Мне не надо крупным планом. я зритель... В принципе, когда говорят, что такое кинокритик, да, вот спрашивают. Это не тот человек, который там критикует всех. Ищет, к чему придраться. Кинокритик – это профессиональный зритель. Это профессиональный зритель, который смотрит огромное количество фильмов, и у него появляется в хорошем смысле слово «клише». он примеряет. Ага, это вышло за пределы этого клише или нет, или не заполнил как бы вот это клише. Поэтому, чем больше человек смотрит фильмов, читает книги и так далее, это очень важно для современного, вообще для человека. Поэтому я всегда призываю, вот я сейчас преподаю в университете, в университете искусств. Я говорю, побольше смотрите азербайджанских фильмов, не только американских. Вы азербайджанцы, и чтобы, если вы не знаете свою историю, кино, историю хотя бы, то вы не сможете ничего создать. Обязательно надо знать свою историю, свою музыку и так далее. Вот сегодня большая проблема. Огромное количество фильмов азербайджанских, которые сняты вот в этот... Какие мелодии, какие композиторы? Просто можно буквально сидеть и закрыть глаза и слушать. А сейчас скажите мне, назовите хотя бы один фильм, где есть хорошая музыка, запоминающаяся. Ну вот раньше, да, не просто композиторы, имена какие? Каракараев для фильмов писал. Джангер Джангера, Фикрет Амиров, Акшен Ализаде, Эмин Саби Тогу, Тофик Улиев, Рауф Гаджиев. Ну вот видите, имена какие-то, то есть они и отдельно, это были великие композиторы, и как бы для фильмов работали. А ведь кино же, это не то, что коллегиальный или коллективный труд, не только в том смысле, что собрались люди разных. Здесь и виды искусства, и музыка, изобразительность. Он объединяет кино, и кино все объединяет в себе, и театр, и музыку, и танец. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в будущем, когда снимаются фильмы, были бы потрясные, хорошие мелодии, азербайджанские мелодии. Ведь возьмите итальянское кино, какие у них композиторы? Энни Мариконе, или там Нина Ротто. То есть это огромное количество композиторов, они параллельно, совместно с режиссерами создавали вот это свое чудо под названием кино. Ну, кино, это, как вы верно говорите, это коллегиальный труд, это не просто заслуга одного человека. То есть на одном человеке далеко не уйдет кино. Тут должна быть команда. Я бы сейчас хотела к актерскому составу фильма обратиться. Надер Малим, Рассим Малим сам выбирал актерский состав. Он очень интересный и очень такой звездный. Там, кого только нету. Во-первых, вот в этой картине... Даже там, даже в эпизодах снимались наши маститые актеры, Мухтар Манеев, например. Стамбульская история, значит, во-первых, у него, вот на Нуре Ахмедову назвали, она, кстати, в большинстве фильмов снималась у Рассима Джагова. И да, она снималась в его картинах. И вот Стамбульская история, если не ошибаюсь, Тахмини тоже у него была маленькая эпизодическая роль. Да, была. Да, она в редакции играет. Потом она снималась, дай бог вспомню. Ну, второстепенные, да, роли. То есть она играла, то есть она была как бы его тоже как бы талисман. Ее актрисой, да. Да, она все время снималась в его картинах. И, естественно, такой большой мастер, как Рассим Балаев, снялся в этой картине. Очень интересно, Рассим Балаев, он у нас остается с Бабеком, с Насимис, с Бейраком, с такими нашими героями. И вот в этом фильме у него роль афериста, блестяще справился, как, в общем, и всегда. Рассим Балаев, он настолько профессиональный, настолько талантливейший человек. Любую роль он, естественно, с успехом сыграет. Но вот очень интересный выбор был. Почему именно его выбрали на эту роль? Ну, я еще скажу. Это был Рассим Мауджагова, да, выбор? Да, конечно. В любом случае окончательный вердикт дает режиссер. Но вы не участвовали, да, предлагать? Нет, мы могли бы предлагать, допустим, когда подготовителям или даже еще в период написания режиссерского сценария. При продакшении, да? Но это не проходит с такими маститыми Я вот у вас в прошлом в нашем выпуске спросила, вот каким должен быть, какими качествами должен был быть продюсер, когда он работает с такими мэтрами? Был случай у меня, я вспомнил, вот фильм Тахмина. Мы снимали его, там закончился фильм и шла завершающая, как бы, часть картины, когда, как бы, так называемая перезапись. И мы на четвертом этаже на киностудии, последний эпизод, когда, значит, он приходит в дом Тахмины, сосед говорит, что она умерла, и говорит, тебе вот письмо, я передаю конверт, и он открывает, и там квитанция штрафа, да? И он вспоминает, естественно, то, что было, которое в кадре было уже. И вот там, в последней части, я стоял на ногах, там он сидел вместе с звукооператором, идет перезапись, значит, закончилось, вдруг что-то там было, неполадок, неполадка какая-то, он сказал, заново будем писать, и когда, я говорю, пойдем чай пить, и мы спустились с четвертого на второй этаж, и когда мы шли по коридору, он вдруг мне говорит, ну как тебе? Я говорю, ну что вы мне, что я могу сказать? Нет, я знаю, что ты знаешь. Два раза, ну что вы, вы мастер, что мне перед вами, говорит, ну, ну все-таки скажи, что ты думаешь? Я сказал, что вот все-таки мне так показалось, да, было бы. Мы пошли чай, выпили с ним, у него в кабинете, вернулись, он сказал, что возьмите музыкальную часть, ну там отдельно записывайте музыку, когда на перезаписи, и он пошел, значит, перезарядили там вот, он смонтировал вот эту часть музыки, то есть там текст есть, очень маленький, а потом идет музыка, то есть воспоминания идут на музыке. Вот, ну теперь я буду везде кричать, что вот, нет, это было бы неправильно с моей стороны, но дело в том, что было кинопроизводство. Да, вот это говорит о том, что продюсер фильма, тоже, я не считаю себя творческим человеком, но у него должен быть творческий подход. Не, ну, продюсер фильма – это творческий человек. Да, потому что он, по современным меркам, он должен эту картину продать. Вы на съемочной площадке принимаете участие? Ну, значит, в творческом. Если ты даже великий продюсер, ты должен прийти, посмотреть, что там делается, что не делается. Я хочу сейчас у вас спросить, как у человека, который был на съемочной площадке, вернуться к фильму «Стамбульская история» о Стамбул, и там вот есть такой фрагмент, ну, вот, ну, наверное, самый знаменитый фрагмент этого фильма, где Мустафа перед зеркалом в ванной комнате, в гостинице, репетирует свое выступление, которое должно было состояться на телеканале, но его обманули, да. И вот он репетирует, конечно, вот как зрительница, я вам скажу, сколько не смотрю этот фильм, всегда смешно. Мне всегда было интересно на съемочной площадке, что было в тот момент, когда вот эта картина перед вашими глазами на самом деле это тоже как бы от меня шло, когда он стоял в трусах, перед зеркалом в ванной комнате, да, и он говорит, рассказ, что там по поводу лотарьных билетов и так далее, и я сказал, что разман, пусть он ногу почешет, да, и он почесал свою ногу, вот это, как бы, да, ваша рука там есть, да, то есть, есть какие-то моменты, и самое главное, понимаете, если он слушает и принимает решение, все равно он принимает решение, и если ему кажется, что это правильно, вот в этом его величие, в этом его мастерство. Субтитры создавал Dima Ахмедиа, гене йалвары, ой, ахи, �� consciousnessа йалвардим, искала, машина орудный что-то, если он, его маточный что-то, который мне кажется, машину за мэ Narivаду, ахмедиа, руку и навару, ахи, я сказал замар, ахи, мой маточный что-то, какое-то создание, не могу найти машину алку, иважен, перемоги, мосты и плотарь, сказывает лотарь, верно, иван, он пришел, человек, и yogародный, Мэн сага иалвардом. Бир машин наула шейдик, сэн оула киымырсан. Бир эфтаде кечев, машин сад мэ гэзир. Эхмедиа гена иалвары. Ай, Аллах, ахи, мэн сага нағармышам. Сэн ниэ маула кёмэк лэмэк истэмирсэн, бир машин наула шейдик. Ялвара, нола, кёмэк лэ, латерейнлэн бир машинуду. Бу дэфа Аллах да дознур. Юхаридан кишкырир. Ай, Ахмедиа, ай, сэнэ чану уйи. Мэн сага кёмэк лэмэк стэйрэм. Эзэ чоқ стэйрэм. Ама сэн дэ маа бир балэцэ кёмэк лэдэ. Хэч олмаса, бирдэнэ латерейн билет ал. Мустафа, нолу ты? Я вот повторюсь, он был очень требовательным, но преже всего к самому себе я об этом очень много читала и слышала. очень пунктуальным. А как актёры приспосабились к таким вот требованиям Росима Удягова? Быть вовремя и так далее. Во-первых, сам авторитет Росима Удягова требовал у актёров знать элементарный текст, прийти на площадку и не знать, что он должен говорить. Во-первых, у Росима Удягова был такой принцип работы. Он накануне завтрашней съёмки, допустим, он приглашал актёров и репетировал с ними завтрашнюю съёмку. И потом я вот... Как провод, да? Да, он часто, когда работал над сценарием, у него был как-то я его спросил, я зашёл к нему в комнату, он говорит, чай, пеший, говорю, да, и смотрю, у него лист, значит, бумаги, и там 42-43 пункта, да, и написаны там, допустим, Тахмина Заур, Тахмина, там, соседка, отец, это... Но какие-то пункты были красной ручкой, да, как бы написано. И у него, кстати, на столе был, значит, набор ручек красная, синяя и зелёная, если не ошибаюсь. Да. И я говорю, Росима, а что это такое? Мне было тоже интересно, понимаете, ну, и что я там столько-то лет работаю в кино, уже 20, там, с лишним лет, 25 лет. Всё равно было интересно. Вот как-то. Он говорит, вот, что это означает, вот там у вас идёт, там, 5-7 всё чёрное, потом вдруг красное. Говорит, вот эта сцена, она, как бы, переломная, да, в картине, вот, которая имеет значение, то есть важное значение эта сцена. Вот, значит, он заранее всё это выписывал, как бы математически, да, вот всё это. А потом это всё он с актёрами, как я вам сказал, накануне. Приглашал их у себя в кабинете часами, как бы, если там сегодня съёмок нету, он репетировал с ними завтрашнюю съёмку. И это помогало актёрам. Почему? Потому что они уже принимали решение, там, задачу режиссёра, и на площадке уже им становилось легче это исполнять. Но на площадке он был очень строгий, очень строгий. И, кстати, я ещё ни разу не видел или не слышал, чтобы он сказал на площадке, давай это снимем, да, там, тоже, как бы, у него личного ничего он не снимал. Он приходил готовый к определённому, да. Он всё точно знал, что вот ему хватает это. Это лишний кадр, лишний там, давай мы эту чашку тоже снимем. Этого у него не было. Он заранее, у него фильм был готовый. Расписан, да? Да, расписан. Он всё знал, как он будет монтировать, что он будет монтировать. И вот его всё время, он работал часто с Гюлией Салимовой, с нашим монтажёром. Да и вообще, я почему называю эти имена, потому что, во-первых, мой долг как человека, потому что нельзя забывать труд других людей. Вот Рафаэль Камбаров, который снял эту картину, наш известный оператор. Кинооператор, да. Да, его и Допрос, и многие другие фильмы. Ну, в основном, Расима Уджагов работал с двумя кинооператорами. Это Рафаэль Камбаров и Кианан Мамедов. Да, Кианан Мамедов. Оба они были у меня гостями. То есть он, вы знаете, есть ещё одна примечательная вещь. Расим, как я правильно сказал, до этого говорил, что он выбирает точно свою команду, но потом он её не разбрасывает. Даже часто бывало такие случаи, когда я даже не работаю с ним. Я помню, я один раз с одним, вот, с Эликом, я сказал, Элик, будешь работать с мамой картине? Я не работал с Уджагом. И говорит, да, 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 да. И мы договорились, что вот у меня съёмки тогда. И вдруг я иду по коридору, он останавливает меня. Это с нашим гримером, да, известно? Да, да, да. Ну, другая у меня картина была. Расим снимал другую картину, или там должен был снимать. И вдруг он меня останавливает в коридоре. Ты что, Элика берёшь? Я говорю, а что? Нет, он не будет с тобой работать. Вот он будет с тобой работать. Ради бога, Радим, наверное. Что за речь? Потом я говорю, Элик, а ты раз такое делал, ты что, дал мне согласие, и меня в неудобное положение. То есть он иногда запускался позже, но с учётом, что этот человек, он ждал этого человека. Он этого работника ждал, что он освободится и будет работать у меня. И в связи с этим он, значит, начинал свою работу чуть позже. Оставлял на потом, как бы, да. То есть, ещё раз говорю, он дорожил с каждого члена группы, каждым человеком он дорожил и ценил их, и так далее. И, кстати, ещё вот такой чисто бытовой вариант. Он, там, две недели один раз, и так далее, он собирал основной состав группы, и ему в кабинете как бы пили кока-колу. Как бы это всё было... То есть он сплачивал, он знал. То есть людей не только как бы на площадке можно хорошим смыслом казнить, ты это то, ты строго относиться к так далее. Иногда надо давать воздух передышку человеку, и чтобы он почувствовал своё, как бы, значение. Он умел и дружить, и ценил, и, конечно, дружба-дружба, а служба-служба была. Своих работников, своих, вот, художников, потом операторов, и композиторов, вот, у него всё время почистил. У него Эмин Саби Тоглова. Да, Эмин Саби Тоглова. Да, Эмин Саби Тоглова. У него какие-то сплочённые команды были, где, вот, в общем, не так много людей было, но все были очень талантливы. Он каждого работника его потенциал знал, его возможности знал, и использовал это максимально. И поэтому, как говорят, на переправе лошадей не меняют, он не менял их. Бывали случаи, когда оператор один, ну, перерыв большой был, он пошёл в другую картину, допустим, пришёл Рафик Камбаров вместо Кянана. Ну, только с ними двумя, я просматривала. Зао Магеранов снял ему, допустим, День рождения, да, а потом уже была его картина «Допрос», там Рафик Камбаров. То есть время отременялось, но в основном одни и те же люди. То есть попеременно эти люди возвращаются к нему, и он это как бы ждал их, и он знал, понимаете, вот что можно взять от Надыра или там от Рафика или от кого-то. Он это всё знал прекрасно. И, кстати, я вам скажу, у него уже большой был опыт, как оператора в своё время. Он прекрасно знал все профессии, кто чем должен, может заниматься и должен заниматься. И поэтому это как бы производство, школа производства. Вот ты рядом с ним работаешь, и можно в институте как бы не учиться. Уже практика – это совершенно другое. Теория – одно, а практика – другое. И он был институт, я бы так сказал. Вы знаете, Надер Малем не только для своей команды он был, институтом, большой школой, но и для зрителей. Потому что в каждом фильме, знаете, мы чему-то учимся. Вот даже взять хотя бы вот этот фильм «Хэмзиарет, Хэмзиарет. Стамбульская история. Стамбул». Где, в общем-то, суть в чём? Это трагикомичный фильм. Вот вроде бы всё смешно, смешно, а на самом деле внутри очень такая серьёзная вещь, что вот этот Мустафа под влиянием своей жены едет в Турцию навестить родственника, заодно и там торговлей заняться, они там всё продают, чем-то закупаются, чтобы там продать, ничего у них не получается. И в итоге остаётся, в общем-то, ни с чем. И возвращается он в шоке с глобусом. Это педагог, педагог географии. То есть он рождён не для того, чтобы торговать, он рождён для того, чтобы преподавать. Ему нужен был глобус. Вот обстоятельства сложились благоприятным образом для его педагогической деятельности. Так что он с этим глобусом возвращается. То есть ещё оттуда идёт миссаж, что каждый должен заниматься своим. Вот тебе пример. Не надо как бы лезть туда, где ты ничего не понимаешь, не знаешь. И в каждом фильме, извините, в каждом фильме есть вот что-то. То есть, окей, я понимаю. Вот у меня оттуда идёт такая вот информация. Через смешной, через вот этот шокинский прекрасный, сладкий диалект, через вот эти все истории, через эту ванну, где он репетирует с этим лотерейным билетом. А смысл всё к чему? К тому, что... Вы знаете, вот когда я сказал, что шокинскую часть писал Расим Уджага, в эти разговорные тексты, вот прошло много времени уже, уже почти 30 лет, да, там, 95-й год, теперь, значит, многие слова из этого фильма стали разговорными. Вот я, допустим, будучи, работающим, у меня из этого фильма там есть потрясающий в конце, говорит, бах, халагулуну гёрдююк, Стамбула гёрдююн, глобус алдых, танястишсян. Вот это сейчас можно фразу... Нет, там ещё, когда они приехали только в Стамбул, значит, знакомиться с родственником, и думать, что Сизигёр Моичёк мутлоэн, она отмечает Мэндоуну, безоонна. Или же фраза... На самом деле... Крылатые фразы. Да, очень крылатые фразы, которые вошли уже в нашу бытовую, как бы, в наш быт, и используются, как бы, в юмористическом варианте, и это всё благодаря, вот, работе... Вообще у нас очень богатый разговорный язык в кино, который потом плавно переходит в нашу обычную речь. Очень много фильмов есть, откуда... Есть фильмы, которые запомнили зрителям, и они даже наизусть знают тексты этих фильмов. То же самое и, можно сказать, о разных фильмах, которые были сняты. Ну, начать можно с Саши Малалана. Да, Ее Геана, да, и так далее. В общем-то, очень много фильмов. И это говорило о том, что, кстати, сценаристы и, естественно, режиссёры были очень профессиональные люди, и иначе эти слова, точнее, не растворились бы. Они остались в памяти людей. Как, допустим, сегодня по музыке можно узнать, из какого фильма эта музыка. Название картины можно определить по музыке. А давайте мы сейчас возьмём какой-нибудь новый фильм и послушаем его музыку и вспомним, что это за картина. Не вспомним. Это должен кто-то говорить, понимаете? Надерем, вы не хотите книгу написать? У вас столько воспоминаний. Столько у вас воспоминаний. Вы кладите, вы ходячая энциклопедия азербайджанского кино. Я как-то собирался писать. Внимается фильм «Услим Магомаев». Он всего на 8-9 лет старше был меня, если не ошибаюсь. И вдруг вечером в павильоне, съёмка, там эпизод, он играет две роли, играл Евгений Онегин там из этой... И он там же играл генерала. Иначе он должен войти в зал, и кто-то должен открыть ему двери. И в это время вдруг не нашли кого-то. Второй режиссёр говорит, «Надер, давай быстро одевать». Я говорю, «Ты что? Ты должен там просто подойти, открыть двери и войдёт...» Я говорю, «Ты что, с ума сошёл? В Гитлеве открывает двери?» Я никогда не снимался, причём до этого нигде ничего. Я разозлился так, в общем, всё-таки. Но потом режиссёр Тофик Смайлов, «Лархамедлес», он, как говорится, «А, надо, кончай, да, ты киношник должен это сделать». В общем, одели меня в фрак, бабочку, и я открываю двери, заходит Муслим Магомаев вместе с шехлинской актрисой. Лейла Ханавр. Да. И прошло много времени. Теперь люди, которые когда-либо пожимали руку Муслима Магомаева этим... В то время я как бы разозлился, что это такое сняться в кино и в роли Пажа, да, Паша, открывать двери. А теперь я этим горжусь, что я открыл двери самому Муслиму Магомаеву. Я вместе с ним в одном кадре. Понимаете, вот так. И недавно, кстати, из Москвы мне, значит, там есть какой-то сайт, посвящённый Муслиму Магомаеву. Она узнала почему-то и начала, говорит, «Вы напишите, да, ваши воспоминания». На самом деле, воспоминаний очень много. Вам надо написать книгу. Да, и потому что... Свою под вашим именем. Ну, на самом деле, это 53 года, это не маленькие, полвека, да, с лишним. И сколько фильмов за плечом? Да, и сколько встреч. Вот вы мне до, извините, перебивают, до начала съёмки вы мне рассказали, с какими людьми вы общались, у кого вы дома были. У известнейших советских актёров, это и Фарада, и Костолевский. И вы перечисляли очень много имён, и ты же не запомнишь вот так просто. Ну, в общем, я с Параджаном встречался, беседовал два часа в коридоре киностудии. То есть Эли Аба была актрисом потрясающей, которая играла в картине. Она у нас снимала, да. В картине. В роли сестры Джахандар Ага в фильме «Курань украсима». И она ещё снималась, Ли Эля, в фильме «Звук свирели». Да, совершенно верно. Она там тоже снималась. То есть на тот период все великие, известные звёзды советского кино с огромным количеством я общался. Так уж повезло. И, наверное, это и есть моё богатство в кинематографе. Этим надо делиться, Надер Мелем. Я буду вас очень часто приглашать к себе в гости, потому что с вами можно о многом говорить. И о прекрасных творческих тандемах, и о прекрасных наших фильмах, и об актёрах наших, и о режиссёрах. У вас столько много информации. Я вас благодарю, Надер Мелем, за прекрасную беседу, за эту встречу, за всё, что вы сказали, за эти ваши богатые воспоминания. И я очень настаиваю на том, что вы всё-таки задумались над тем, чтобы написать книгу, чтобы эти воспоминания жили. Жили не только в вас, но и были доступны для всех, кому интересно азербайджанское кино, кто любит его. И я хотела бы завершить передачу словами нашего мэтра Расима Уджагова. Из всех искусств самое главное для нас – это азербайджанское наше кино. Конечно, конечно. Я уверен в будущем нашего кино. Оно ещё своё слово скажет. И уже есть первые предпосылки, когда наши молодые режиссёры едут на разные фестивали, показывают свои фильмы. Ну, правда, их мало, очень мало. Но нам надо создавать более, чуть-чуть крупные произведения, крупные полотна. Сегодня есть все возможности доказать всему миру и в футболе, и в кино, и в других видах искусства. Потому что азербайджанский народ – очень талантливый народ, очень огромный потенциал всего. Просто некоторым товарищам надо это видеть и помогать. Как говорится, надо помогать талантливому. Помоги таланту, безданность сама пробьётся. Я вас благодарю. Спасибо, Натер Малин. Не прощаюсь. Скоро опять увидимся. И вам спасибо большое. И всей команде спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok